Русские новости Боль наша Новороссия И мы встречаемся снова с предательством, снова с ударом в спину Русскому ополчению, который борется против карателей Вновь наступление, которое успешно закончилось заключением в котел 8 тысяч этих негодяев, Порошенковской банды И наступлением на Мариуполь, которое было подготовлено Все это похерено, как говорится на простом языке И кремлевские изменники объявили о перемирии и отводе войск от линии разделения В прошлый раз в сентябре кремлевскими манипуляторами было тоже сорвано наступление на Мариуполь Который уже готов был к тому, чтобы вернуться в состав Новороссии Теперь переговорщики от кремлевской олигархии были направлены в Минск Чтобы в результате шантажа на переговорах сорвать ликвидацию дебальцевского котла В виде в окружении не только 8 тысяч карателей попали, но и несколько сот иностранных наемников Разгромленным войскам самозванцы Порошенко вновь дают перегруппироваться Провести очередной раунд мобилизации Вооружиться уже на деньги США, которые выделены, Сенат проголосовал И возобновить войну Ни для кого не секрет, что война будет продолжена Не секрет и для тех, кто имитировал эти переговоры И пытался заработать какие-то рейтинговые очки в своем Евросоюзе Для Меркеля и Оланда, которые присутствовали при этом безобразии Ну и конечно, банда карателей ответила на все те глупости, которые были подписаны в Минске Усиленной бомбардировкой Луганска, какой не было за несколько месяцев до того Подписанные в Минске соглашения предусматривают отвод войск И создание коридора шириной минимум 50 км для артиллерийских систем калибром 100 мм И более зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО И шириной 140 км для РСЗО Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных систем Точка.У Но в соглашениях ничего не сказано об авиации, которая палаченцы не располагают А вот каратели вполне могут использовать для новых бомбардировок Поэтому создание этой зоны, это конечно липа И что пропущен вопрос об использовании авиации Это говорит о многом О полном непрофессионализме той команды, которая вела переговоры Ну и о предательстве, которое в очередной раз произошло Предательство выражено также в пункте, который гласит Начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством То есть кремлевская олигархия в данном случае снова предполагает Что Луганск, Донецк и Новороссия это неотъемлемая часть Украины Конечно с этим никакие ополченцы не согласятся, с этим могут согласиться только предатели Другие модальности предполагают возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины Опять правовое поле Украины А также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта Ну представьте себе, что вооруженные силы Украины просто отрежут Новороссию от России Ну все тогда и конец буквально за неделю Кроме того, согласование некой конституционной реформы с децентрализацией Украины в документе выглядит до наивности абстрактно Главное, что Новороссию оставляют в лапах Порошенко При этом с его стороны документ подписан лицом бесполномочий русофобом Леонидом Кучмой Непонятно о чем думали Захарченко и Плотницкий подписывая эту дребедень Ну скорее всего Путин приказал подписать, вот они и подписали То есть это несуверенные правители, это люди, которые принимают решения под давлением Соответственно они не представляют интересов Новороссии, что глубоко печально Порошенко весьма акцентированно провозгласил, что договоренности предусматривают вывод иностранных войск Он говорит о российских войсках Контроль Киева над всей линией российско-украинской границы И не предусматривают федерализации и автономии То есть с его стороны эта бумага, которая была подписана, не стоит и гроша Кремль выдает Минские переговоры за успех В действительности мы имеем очередной удар в спину ополчения Кроме того санкции Евросоюза против России не ослабляются, а усиливаются США вообще остаются вне каких-либо договоренностей Потому что не участвовали в них и не подписывали никакие документы У них развязаны руки для подогревания кровавого конфликта В ядре русской цивилизации, которую мы видим сегодня А между тем кондитерская корпорация «Рошен», предлежащая Порошенко В 2014 году увеличила чистую прибыль почти в 9 раз До 34,8 миллиона гривен или 1,4 миллиона долларов То есть Порошенко легко, без всяких ограничений Ведет успешный бизнес на территории Российской Федерации Это говорит о том, что Путин и Порошенко – это одного поля ягоды Поэтому между ними нет никаких противоречий Противоречий есть между национальными интересами русского народа Которые наиболее ярко представлены Новороссией И вот этими олигархическими кланами Которые просто делят территорию нашей страны И русская власть должна изгнать и тех, и других Режимы Порошенко и Путина действуют вместе против ополченцев Используя войну в своих целях и убеждая граждан Что поддержка этих режимов – это и есть проявление патриотизма Настоящий патриот, конечно, будет выступать за ликвидацию пришедших к власти В результате государственных переворотов, режимов И за восстановление страны Единой Руси Которая должна быть основана на общих исторических традициях И воссоединять братские народы А не противопоставлять их и не сталкивать их в гражданской войне Президент Франции Франсуа Ланд по результатам московских переговоров Франции, Германии и России объявил Цинизм российского президента объясняется общим раскладом сил Он знает, что сепаратисты выигрывают войну В отношении чего проявляется цинизм? Хочется спросить, исследуя эту фразу Конечно, в отношении Новороссии Она в очередной раз цинично предана Новости русского движения Русский национальный фронт подал заявку на проведение в Москве Митинга 28 февраля с лозунгами За отставку правительства либералов И против либерального реванша Акция станет противовесом как прокремлевским группировкам Которые ведут своих наемников на площади 1 марта Так и либеральная оппозиция Которая в этот день будет митинговать За возвращение во власть Кого? Команды ельцинистов Тех, кто в 90-е годы грабил нашу страну Теперь они снова хотят к рулю Или хотя бы, чтобы с ними поделились Подана заявка на проведение митинга В Новопушкинском сквере с 13 часов Приглашаем всех к организации мероприятия К проведению агитационной кампании Поскольку информацию о митинге Либеральные СМИ, прокремлевские СМИ Наверняка будут блокировать Но если изменится место проведения Нашего мероприятия Непременно сообщим Следите за информацией в социальных сетях Следите за русскими новостями Между активистами различных организаций Переговоры о проведении совместной всероссийской акции Национал-патриотов по всей стране Против политических репрессий И статьи 282 Уголовного кодекса А также за освобождение политзаключенных Акция намечена на 15 марта В настоящее время к акции присоединились уже 22 региона И назначены намеченные координаторы этих мероприятий Просьба к тем, кто еще не включен в переговоры И готов поучаствовать в организации акции в своем городе Связаться через русские новости или через социальные сети С партией Великая Россия С другими общественно-политическими организациями Которые участвуют в подготовке акций С Русским национальным фронтом С национал-патриотами в ваших городах В ваших регионах Те, кто подключается Они уже знают, о чем идет речь И уже ведут активные переговоры В чатах, в сети ВКонтакте Акция может представлять собой даже одиночный пикет Если у кого-то не хватает сил Важна одновременность ее И освещение во всех патриотических СМИ Итак, мы выступаем за проведение чистки уголовного законодательства Ликвидации статьи 282 УК За пересмотр всех приговоров, где эта статья была применена Против русских общественно-политических деятелей А также за освобождение политзаключенных Которые у нас проходят и по другим статьям УК В целом, конечно, надо выступать против геноцида русского народа И фальсификации политической системы Которая позволяет группировке самозванцев управлять нашей страной Нашей, а не их страной Русская страна, Россия, принадлежит нам, русскому народу А не кучке самозванцев Кто не знает, как провести мероприятие Мы объясним, кто готов присоединиться к акции Мы обеспечим взаимодействие с активистами в вашем городе Обращайтесь, мы вам поможем Русские студенты проверили сход памяти Убитого этнобандитами студента Сергея Костючева Он, к сожалению, был обложен московской полицией Большая часть студентов заплакирована в общежитии Власть, как всегда, и трусила, и подлечила Но, вопреки ожиданиям беспорядков Получилась самая страшная для этой власти Самоорганизация русских молодых людей 8 февраля 2015 года На сходе, в память подлубитого студента МГТУ имени Баумана Русские студенты Представители нескольких вузов Приняли решение создать систему связи Взаимопомощи и распространить ее На все высшие учебные заведения страны Они объявили, что перед ними стоят Основные задачи, которые необходимо решить Первое Это обеспечение успешного будущего Не только лично себе, но и всему народу Нужно сделать все, говорится в заявлении Инициаторов создания этого союза Чтобы обеспечить сохранение и развитие Нашего народа Вторая цель, это самая большая проблема Это разобщенность Необходимо наладить взаимопомощь друг к другу И русским студентам это делать необходимо Прежде всего, чтобы не превратиться в рабов У каких-то этнических кланов Которые сейчас активно создаются И уже созданы в подавляющем большинстве Российских вузов, не только где-нибудь на Кавказе Но и в Центральной России В заявлении сказано Наша цель – возможность участия в любых совместных делах На благо русских студентов, нации и страны И взаимопомощь везде, где это будет возможно По ряду причин мы не создаем обычную организацию Но создаем большой круг друзей Из числа русских единомышленников Сегодня вузы из площадок для диалога и дискуссии Которые так необходимы для формирования думающих людей И четкой гражданской позиции Место подготовки людей, готовых взять на себя Часть ответственности за судьбу народа и государства Превратились в рупор репрессивной системы Безотказно работающей для запугивания русской молодежи Фактически лишая несогласных с действующей властью Права на образование Это действительно так Политические репрессии обрушиваются каждый раз Когда студенты начинают принимать участие В каких-либо протестных акциях, митингах или пикетах Особым стыдом является то, что вузы, училища, лицеи и школы Стали инструментом фальсификации выборов Инструментом, при помощи которого Жулики и воры, узорпирующие власть Пытаются создать видимость своей легитимности И народной поддержки Вот это очень правильная, очень мудрая мысль Которая содержится в заявлении русских студентов Поэтому наш круг друзей будет действовать неофициально О членстве в организации не надо рассказывать никому Потому что ее нет А есть круг ваших друзей, единомышленников И друзей ваших друзей За что же выступает Союз русских студентов? Вот есть некий перечень, он очень здравый, я его быстро прочту Первое. Доступное образование и доступное жилье для молодежи Второе. Независимые студенческие профсоюзы Третье. Выстраивание эффективного взаимодействия между системой образования и рынком труда Четвертое. Ликвидация национально-территориальных квот и преференции для национальных меньшинств Пятое. Обязательная депортация иностранных студентов, нарушающих общественный порядок Шестое. Прекращение систематической дискриминации и практики запугивания политически активных студентов, в том числе оппозиционно настроенных Седьмое. Зарплаты для молодых специалистов, соответствующие средним зарплатам аналогичных специалистов в Евросоюзе и США Сохранение вузов и пресечения попыток перевести их на самоокупаемость Девятое. Сохранение бесплатных мест для обучения Десятое. Сохранение специальностей для обучения на базе среднеспециальных и профессиональных учебных заведений Одиннадцатое. Возвращение свободы слова и собраний союзов Двенадцатое. Очищение власти от воровства и коррупции Тринадцатое. Реформирование всей судебной и административной системы в пользу простых людей Четырнадцатое. Отмена преследований по политическому признаку Пятнадцатое. Освобождение всех политических заключенных Шестнадцатое. Прекращение преступной политики и замены русских на иммигрантов Семнадцатое. Изменение экономики на технически ориентированную Восемнадцатое. Десоветизация и осуждение от нацида русского народа в прошлые годы 19. Иллюстрация всех чиновников, замешанных в любых антинациональных действиях. 20. Создание Русского национального государства, где русские будут чувствовать себя хозяевами. 20. Штаб Русского национального фронта обсудил эту инициативу, эти пункты и полностью поддерживает инициативу студентов и готов к совместной деятельности, к поддержке тех акций, которые студенты будут проводить. 21. Конечно, скорее всего, инициаторы будут подвергнуты репрессиям, и очень хотелось бы, чтобы они стойко встретили те невзгоды, которые, конечно же, на них постарают обрушить власть, и эти продажные ректоры, которые всегда готовы к услугам, но не могут организовать нормального процесса обучения. 21. Мы будем стараться помогать всем, кто будет подвергнут репрессиям, и расскажем обязательно о том, кто лично эти репрессии организует, назовем фамилии тех ректоров и тех проходимцев из правоохранительной системы, которые будут пытаться пресечь образование Союза Русских Студентов. 22. Идиотизм продолжает расцветать в системе российской власти. Вот приходит Дмитрий Медведев в воронежский гастроном аппетитный, поджимает губки и говорит, и не такие времена бывали. Пример отметил, что ситуация в магазинах города сейчас не такая плохая, как 30 лет назад. Когда одна из покупательниц пожаловалась главе правительства на дорогие кабачки, Медведев подсказал решение проблемы. Надо своих больше выращивать, тогда и дешевле будет. Ну, таких инфантилов нам только во власти не хватало. По-моему, таких людей надо проверять на профпригодности и просто изгонять из власти. Ну уж на высших должностях в нашем государстве таких придурков быть не должно. Лефортовский суд Москвы продлил арест сотрудника внешних церковных связей Московского патриархата Евгения Петрина на 10 месяцев по обвинению в шпионаже и измене Родины. Какие могут быть, интересно, секреты в московской патриархии? Ну, оказывается, видимо, есть. Священнослужителю грозит максимальный срок наказания до 20 лет лишения свободы. Как полагает следствие, во время командировки в Киев священнослужитель выходил на людей, которых подозревал в шпионаже в Польше США. То есть он какие-то тайны патриархии, видимо, хотел поведать ЦРУ и каким-то другим, наверное, разведательным структурам. Сейчас в сети распространяется информация о том, что Петрин якобы утверждает, что сам является майором ФСБ и попал в РПЦ по поручению начальства, чтобы передать российским спецслужбам данные об иностранных агентах в аппарате управления церкви государства. На Украину якобы он отправился с той же целью. Тем временем сами сотрудники ФСБ отказываются от развернутых комментариев, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается. И дело Петрина получило гриф «секретно». Но ФСБ никогда не признается в том, что арестован или задержан или стал преступником какой-либо сотрудник этой службы. Это все понятно. Но вот откуда в РПЦ какая-то секретная тайная информация? Откуда там вообще представители разных спецслужб? Ну, пора, видимо, в Московской Патриархии как-то заняться чисткой и все-таки заниматься своим непосредственным делом, а не разводить у себя такой клуб разнообразных контор зарубежных и отечественных. Сегодня очень сложно с кредитованием сельскохозяйственных предприятий, потому что сегодня на те кредиты, которые предоставляются сельхозпредприятиям, даже марихуану невыгодно выращивать, не говоря уже о каких-то других продуктах сельского хозяйства, заявил губернатор Забайкальского края Константин Ильковский. Единственный в стране банк, который целенаправленно оказывает поддержку сельхозпроизводителям, Россельхозбанк повысил процентные станки на кредиты до 32%. Жулики, негодяи и глупцы входят рядом. Один что-то там брякнул про марихуану, ну а банки всегда при деле, они всегда при своих прибылях. Только сельское хозяйство разваливается, скоро в магазинах нечего будет выставлять, кроме завезенных контрабандных импортных товаров. В Третьяковской галерее сменилось руководство по решению учредителя Министерства культуры. Ирина Лебедева уволена с поста директора, а ее место заняла Зельфира Трегулова, какая-то нерусская дама, перешедшая на эту должность с поста главы музейно-выставочного объединения РосИЗО. В Третьяковской галерее так и не создана комфортная среда для посетителей. Нет кафе, магазинов, нет Wi-Fi. В планах руководства галереи снижение посещаемости на 15%. Главный художественный музей страны, русского искусства, так и не стал методическим центром. Объяснили в Департаменте культурного наследия Минкультуры РФ причины увольнения Лебедевой. Очень интересно оказывается, кафе, Wi-Fi это на первом месте, а искусство, хранение, научная работа, все это совершенно дел десятый. Ну если в Министерстве культуры вообще не понимают, для чего создаются музеи, и что музеи это научное учреждение, ну наверное они будут ставить вот всяких инородцев на управление русской культурой. А Третьяковская галерея это прежде всего русская культура. Ну и наконец президент России Владимир Путин подарил главе Египта Абдельфатаху Аль-Сиси автомат Калашникова. Очень интересный презентационный подарок. Идиотизм полнейший. Ну видимо это какие-то такие детско-юношеские примочки, которые вот не состоялись в соответствующем возрасте. Теперь наши руководители используют их в межгосударственных отношениях и позорят разумеется нашу страну. И когда Задорнов говорит, ну тупые про американцев, хочется то же самое сказать и про высшую власть в Российской Федерации. Да и не только высшую, в общем-то на всех уровнях. Ну тупые. И конечно подлецы. Басманный суд Москвы не принял к производству иск юриста Сергея Елисеева к Департаменту социального обеспечения с требованием пересчитать пенсию экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По сведению Елисеева Юрий Михайлович получает пенсию в размере 300 тысяч рублей. Что совершенно несправедливо, ведь бывший столичный городоначальник был уволен с чиновничьего поста с негативной формулировкой по утрате доверия. Средняя пенсия в Москве между делом 10 тысяч рублей. Действительно спрашивается с какого бодуна Лужкову назначили такую аномальную пенсию 300 тысяч рублей. Тем более, что этот человек, который только и занимался на своем посту воровством, построил огромную фазенду себе, целый дворец, является через жену владельцем огромного количества всяких коммерческих предприятий, в том числе и за рубежом. С какой стати этому человеку, который только и занимался разорением страны, организацией воровских структур и уничтожением культурной среды города, пенсия в 300 тысяч рублей. Это какой-то запредел и беспредел. Ну, конечно, если суды будут русские, они моментально примут решение. Я думаю, что Юрий Михайлович Лужков не только будет лишен своей пенсии, но и всего имущества, которое он непосильным трудом якобы заработал и на свои кровные накупил все это богатство. Все должно быть изъято, безусловно. Все цветные революции начинались под лозунгом борьбы с коррупцией, заявил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов на заседании рабочей группы правительства. Ну, конечно, в высшей степени идиотизм. Не надо бороться с коррупцией, потому что начнется цветная революция. Я думаю, что вот такая логика среди правоохранителей присутствует не только в Министерстве внутренних дел, но и в прокуратуре. Ну, соответственно, такие структуры народу нашему совершенно не нужны. Для нас первична, конечно, борьба с коррупцией, а цветная революция, ну, это так, эвфемизм какой-то. Будет цветная или не цветная, главное, чтобы была русской. Между тем происходит разрушение русской культурной среды. Застройке у нас подлежит все, что может давать прибыль не гражданам, а закулисам, зачастую этническим группировкам. Уничтожение исторического центра ожидает город-курорт Ессентуки. Город был основан в 1798 году как крепость, а название было дано по протекающей здесь речке. По переписи 2002 года здесь проживает 80 тысяч русских и большая греческая община до 10 тысяч человек и армянская община 8 тысяч человек. Именно с активностью соответствующих этнических группировок местные казаки связывают попытку уничтожить зеленую зону города и центральную площадь. За застройку торговым комплексом выступают местные активисты «Единой России» и ЛДПР. Ну а кто же еще? Несмотря на решительный отказ граждан поддерживать застройку на публичных слушаниях, власть находится на стороне диаспор, которые уже изуродовали город ради удовлетворения своих алчных интересов. В центре города по планам греческой диаспоры должен возникнуть их культурный центр. Ну конечно, если Ессентуки основаны казаками, то почему-то культурный центр должен быть непременно греческий. Это означает прямую этническую агрессию против русского большинства. Мы желаем русскому населению ессентуков, казачьей общественности победы в борьбе с этническими кланами инородцев и русофобской властью. За 2014 год банки списали 16,9 миллиардов рублей долгов по выделенным валютным кредитам, что в 5 раз больше, чем за предыдущий год. Специалисты говорят о рекорде за всю историю отечественной банковской отрасли. Кратный скачок показателя нельзя объяснить лишь переоценкой рубля, то есть воспользовались кризисом. Ведь рубль упал в прошлом году по отношению, например, к доллару на 72%. В 2013 году, когда курс рубля снизился меньше, чем на 7%, даже наблюдался обратный тренд. Банки списали на 6% меньше долгов по валютным кредитам, чем годом раньше. Наибольший объем долгов по валютным кредитам в 2014 году списали крупнейшие госбанки. ВТБ 16,3 миллиарда рублей, Сбербанк 5,8 рублей, а также Промсвязьбанк 4,7 миллиарда. Что касается динамики списания по рублевым кредитам, то за 2014 год банки обесценили таких долгов на 265,5 миллиардов рублей, что на 42% больше, чем за 2013 год. То есть кому война, кому мать родна, кому кризис, кому дополнительные прибыли. Конечно, списывают долги своим. Но не нам с вами, конечно, списывать долги, не тем, кто пострадал от кризиса. Списывают долги самым богатым клиентам. Фермер из Куйбышевского района Новосибирской области Александр Бакшаев рассказал о радиостанции «Говорит Москва», что насыпанная им перед офисом Сбербанка куча навоза стоит около 40 тысяч рублей. Таким образом, фермер вернул долг банку. Кучу навоза сибиряк дополнил плакатом «Далуй кредитное рабство» и «Банкиры – враги народа». Полицейские для задержания фермера оснований не нашли. Похоже, что нам всем так и нужно сделать. У кого навоза нет, то стоит его закупить и вывалить перед воротами какого-нибудь банка. Это будет совершенно справедливое действие, демонстративное действие, потому что от рабства у банковской системы, конечно, надо избавляться демонстративным образом, но также и политическим, поскольку у нас действующая власть спасает только банковскую систему. Все остальное гори огнем и пропади пропадом. Лучше пусть пропадет эта власть, чем пропадут наши сбережения или пропадет российская экономика. Давайте менять власть, а с ней и всю банковскую систему. Уничтожить олигархию и подчинить банки национальным интересам сможет только русская власть, за которую мы все и должны бороться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова